Я примерно так думаю, если шеобразный сердечник взять, трехфазного трансформатора, он же трехфазный шеобразный получается, три керна у него. На одном керне, я вот сегодня с одним из участников разговаривал, на одном керне, допустим, в крайнем керне запитать этот трансформатор, на втором керне сделать резонансный контур, а на третьем сделать вывод энергии с этого контура. Уже с одного сердечника сделать эти три условия, впитающие, резонирующие и, как сказать, съемный контур. Это, в принципе, должно получиться. Но я пока вот учу людей, как бы сделать, ну, я уже товарищу тому сказал, что у него такой трансформатор есть, попробуй сделать вот так. Он сейчас делает эту схему, эту схему сделать. А мне вот вчера приехал колдошин с ребятами, привезли прибор, который стоит в пределах 100 тысяч. Это мощный измерительный комплекс. И вот мне вот этот прибор притащили, сказали, пользуйся, быстрее будет у тебя работа продвигаться. Наверное, все видели вот такой трансформатор от телевизора. Вот я еще один нашел, думаю, сейчас буду его мотать. Вот это будет трансформатор, называется магнитный реактор будет. Вот этот из него. А вот из этого будет дроссель, токовый трансформатор будет. Он по габаритам, видите, насколько меньше. Это где-то 120-130 Ватт, а это 200 Ватт, 180 Ватт. Посмотрите, вот этот прибор, он меряет одновременно, так сказать, может мерить ток и частоту. Он сразу видит, на какой частоте резонанс происходит. И вы можете, так сказать, если на 100 Гц или на 150, вы скажете себе, Ого, не на ту частоту напал, дай-ка я конденсатор добавлю, чтобы уменьшить частоту резонанса. Нам же частоту резонанса проявить в частоте 50 Гц. Он и... Почувствуете, что эффект резонанса там присутствует, трансформатор загудит и запляшет на столе у тебя. А вот этим прибором можно легко увидеть. Можно чистомер, конечно, подключить. А этот прибор, как бы, оперативный. Где бы ни сунул его, вот этим роликом крутишь, если неправильно его подключил, прибор не сгорит. Хоть как-то его подключать. При неправильном подключении он ничего не сгорает у него. Копки вы рассчитаете сами. Формулы простые есть. Сердечник сечением... Ну хорошо. Делите на частоту 50 Гц, получаете витков на вольт. Это достаточно, чтобы доиграть это количество обмоток. Да, есть такой момент, когда люди не понимают, ищут энергогенераторы. И постоянно, все время уходят от этого, от резонанса. Там задевают вот этого, нашего знаменитого Теслу. Всегда вспоминают, но никогда не подходит ближе к обычным трансформаторам. Здесь я получил в трансформаторе вот в таком. На входе у меня 200 мА питается, а на выходе 6 кВт. Вот обычный трансформатор второй день. Только в резонанс его ввел и все. Работа вот этого трансформатора, она связана, так сказать, с электросетью обычно. Но я не собираюсь еще делать как бы самозапитку, но это возможно сделать. Надо еще вокруг него такой же силовой трансформатор еще один сделать. Один магнитный реактор и токовый трансформатор. Все это обязательно будет самозапитка. Это не вопрос. Самое главное, просто есть сеть, которая подается сюда. Я увеличиваю энергию за счет просто резонанса. И питаю же такой же котел в доме, индуктивный котел. Называется он ВИН. Так сказать, как это. Вот эти ВИНы, котлы, они очень эффективные, работают. У них от 30% от теновых котлов экономия и от газовых 50% они, вот ВИНы, так работают. Обычный, он, правда, 45 килограмм, тяжеленный, но работает вот с трансформатором. Я целый год проработал с этим трансформатором. Мне питается котел 5 киловаттный. И я питаю, за сеть плачу как за 200 ватт. Дело в том, что вот трансформатор, он может быть любым необязательным тороидом. Не обязательно тороидом. Просто надо пластины хорошо изолировать, покрасить, чтобы токов фуко, как можно меньше в нем было. Чтоб сердечник при работе вот этого железа не грелся вообще. Тогда идеальная получится работа резонанса. А чтобы энергию с контура снимать, по правилам нужно сердечник 4-5 раз больше брать. Чем вот у меня там на котле стоит 5 раз больше вот этого сердечника. А это у меня 3 киловаттный и дает 6 киловатт. Вот обмотки, выводы, это для настройки я выводил эти. Каждый вывод у меня по 20 витков. Там 10-15 вольт это ступень для настройки. Вот просто когда резонанс вводишь, он сразу реактивную энергию дает. А реактивная энергия, она в любом случае, если ее переводить в любой элемент потребления, она становится активной. Это не важно, что мы тут добываем. А это еще, почти он не крутится. Схема, это вот будущий, вот здесь магнитный реактор. Вот здесь вот токовый трансформатор, выпрямитель вот этот. А это магнитный реактор, чтобы управлять резонансом вот в этой цепи, где я буду снимать нагрузку, вот здесь. Здесь вот это будет через постоянный выпрямитель, постоянного тока. Здесь будет управляться. Чем больше здесь тока будет образовываться, потому что индукционный нагреватель при нагреве обмоток, он уходит, у него чистота. И поэтому вот этот контур и плюс контур нагревателя у меня, индукционный нагреватель, он смещается. И вот поэтому здесь вот подстройка идет. Здесь конденсатор я поставил для того, чтобы реактивку убрать из сети. Вот, в принципе, это, как говорится, приблизительный вариант. Вот здесь вот я красным добавил мощный резистор, где-то около 100 Ватт переменник. У меня ручная подстройка, и потом уже автоматически работает. Это прибор, которым я пользуюсь для того, чтобы работать с трансформатором с этим. Это прибор, РЦЛ, ну, ищет резонанс, подбирает сопротивление, конденсаторы. Это хороший прибор советского еще исполнения, ЕСМ-15. Можно и попроще, конечно, покупать. Это вот сейчас продается, он где-то 17-19 тысяч стоит. Вот с ним я как раз очень быстро добиваюсь резонанса в любом трансформаторе. 34 градуса мороза было, 34. За месяц, где-то целый месяц был такой, с 4 до 25. Я заплатил 450 рублей. Но добротность я не мерил. Но я по своему образу, вот такая вот схемка. У меня здесь работает эта схема автоматического управления. Вот здесь и вот, и вот здесь в цепи автоматическое управление. Это магнитный реактор, через упрямитель подается напряжение. Вот ток нагрузки, токовый трансформатор, передается на магнитный реактор. Как он в цветомузыкальной приставке гамма, гамма-В приемник? Видно, нет, сейчас я настроюсь. Вот здесь вот, от середины вот этой обмоточки, вот от середины, делаю много-много выводов. Тут не имеет сколько, хоть по одному витку вывод делайте. Это только улучшит. Вот этот конденсатор, это резонансный конденсатор. Его можно, вот этот конец его, вот сюда, вот по этим пробежаться. Раз, бежите, 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 раз, нащупали резонанс. По звуку можно определить. Трансформатор начинает бешено реветь. Он как сумасшедший становится. Вот нашли резонанс. Дальше пошли, потерялся резонанс. Снова вернулись, все, резонанс нашли. И это место будет, вот этот провод, вот этот провод, к этому месту подводите, где нашли резонанс. Это следующий силовой трансформатор, вот этот следующий. Он отличается тем, что как обычный трансформатор, обмотки у него первичная на 220, вторичная тоже на 220. Это для питания нагрузки, вот сюда, чтобы 220 нам вывести, нагрузку надо 220, видите, не 12, 13 вольт. Вот здесь, вот сюда перейдем, к этому месту. Вот здесь, вот видите, заштрихованное тут, вот это. Видите, тут я нарисовал штриховку. Вот это есть экран, медный экран. Его, если на это, намотали, на первичную обмотку, вот на эту намотали, то потом вам будет нужно еще вторичную намотать. И, так сказать, близко друг к другу концы завернуть, чтобы экранировать эту обмотку от вторички. Тогда у вас уменьшится связь первичная-вторичная. И здесь резонанс будет изумительный. И то же самое сделать вот здесь. Вот видите, экран у меня вокруг вторички. То есть, вокруг первички уже. Тут вторичка у меня экран, а тут первички экран, закрываем мы его экран. И дальше вот этот трансформатор, он силовой. Он, если вот этот, если вот этот на 1 киловатт, то вот это вот на 4-5 киловатт. Ну, чтобы вот это вот, вот это вот напряжение при резонансе было вот здесь в режиме 220 вольт. Вот тут вот, тут 220 вольт. Когда здесь, допустим, у нас 150 вольт, а здесь будет 220 вольт. Вот здесь, на этой обмотке. И туда мы подаем напряжение, силовую часть трансформатора 220 вольт. И уже нагрузка у нас стоит вот здесь. У меня индуктивный котел. Я ему дал еще тут на индуктивность реактивную вставляющую убираю. Тут тоже своего рода как бы вот этот индуктивный котел, он свою резонансную тоже контур имеет. И он облегчает работу вот этого трансформатора. То есть, я беру с этого контура где-то примерно 1 десятую часть то, что он вырабатывает. Здесь вот, допустим, 6 киловатт, а здесь беру всего 2 киловатта. Хотя у меня котел только полтора по паспортным данным. Очень сильно жарко становится в доме. У меня дом деревянный, конечно. Вот эта часть, это трансформатор тока. Здесь он мотается по своим правилам. Чем больше вот здесь тока, тем, как говорится, трансформатор здесь, сердечник побольше. Это для управления обратной связью и резонанса. Вот у меня отсюда вот этот магнитный реактор я называю. Здесь тоже небольшой трансформатор, который управляет напряжением вот этой обмотки. Уменьшает, увеличивает от того, как будет плавать нагрузка. Вот эта нагрузка у меня поплыла. Ток уменьшился через выпрямитель. Ток уменьшился. И здесь получилась разгрузка. Рассчитываем трансформатор. Первичную обмотку, как обычный трансформатор. Как обычный. Когда собрали, если ток появится там, допустим, в пределах одного-двух ампера, то лучше разобрать сердечник, посмотреть, где токи фуко гуляют, и снова собрать. Где-нибудь что-то недокрасили. Или какой-нибудь заусенец торчит. А там легко. Вот на час оставили трансформатор и пощупали пальцами. Или пирометром замерили, где в каком углу греется. Там получается, если чем выше частота, тем экранировка, эфирная экранировка нужна и так далее, и так далее. Это радиометрические вот эти системы, они очень сильно отслеживают. Он же как передатчик будет работать, потому что он в сеть. Я тут в сеть не написал. Вот, в сеть. Так сказать, чтобы закрыть вот этот колебательный контур от связи. Вот этот контур колебательный у нас с двумя катушками, он закрытый от первички и от вторички вот здесь. Нет, он не выравнивает напряжение. Он уменьшает напряжение. Если здесь нагрузка сопротивления, вот, допустим, нагрузки уменьшается. Когда тены разогреваются, допустим, или котел вот этот индукционно разогревается, у него увеличивается внутреннее сопротивление. а здесь ток уменьшился раз вот тут внутреннее сопротивление у него уменьшилось в нагрузке вот здесь ток начинает уменьшаться, естественно ток здесь будет меньше вырабатывать и идет через выпрямитель сюда я выпрямитель немного неправильно нарисовал надо по другому развернуть вниз, ну потом сами увидите, если он не регулирует на увеличение регулирует то диодный мост надо местами поменять, вот здесь в трансформаторе концы местами поменять вот здесь когда будет уменьшать здесь в нагрузке будет напряжение уменьшаться а вот этот резистор он как бы изначально подготавливает вот схему связи когда она начинает работать тут около 120 Ом 100 Вт сопротивление и оно ну а это любой любой диодный мост который на 20 Ампер здесь мы трансформатор делаем изготавливаем обычная вот эта первичная обмотка она является как бы задающим звеном при перемагничивании сердечника его обмотку надо мотать из расчета, чтобы она при включении потребляла вот 5 киловаттный вот у меня сейчас 3 киловаттный трансформатор вот входной потребляет где-то 150 миллиампер в холостую вот чтобы добиться вот этого потребления 150 миллиампер в холостую надо сердечник аккуратно собирать все заусенцы снимать с пластин подкрасить его если там какой-нибудь старенький проверить тестером эти пластины с обеих сторон подключить тестер замыкает ли это пластина или не замыкает я чтобы не мучиться с этими пластинами я по новой взял диски вот эти вот точильные и по новой все их задраил все заусенцы снял все там и покрасил заново то есть баллонной красочкой автомобильной покрасил вот все пластины этого трансформатора дальше мотается вот этот вторичная обмотка которая с середины начинает выводить эти выводы много же множество выводов около 60-80 кто сколько сможет выводить эти выводы ну примерно где-то 2 вольта на это на вывод больше не надо и вот вот здесь общее напряжение должно быть предела где-то 150 160 180 вольт кто как хочет может добавлять на всякий случай вот вот это условие для того чтобы можно совершить связь ну как сказать емкость когда мы подключаем емкость здесь напряжение вот на этой обмотке будет возрастать и пока мы подбираем емкость и вот эти вот концы увеличиваем напряжение поднимаем при емкости у меня 285 микрофарад при этой емкости у меня где-то на середине вот этих количеств обмоток где-то вот здесь она получился резонанс я вот это вот конец вот сюда где-то в середину она подключилась но вы по звуку услышите как трансформаторы начнут ну нехорошо гудеть сильно сильно гудеть начинают вы услышите сразу когда резонанс начнется а напряжение будете замерять вольтметр сюда поставить сюда и сюда вы конденсатором емкостью по одному микрофарада подключаете подключаете напряжение растет растет а потом дальше начинает падать напряжение это значит мы уже перешли как бы резонанс надо снова емкостя убирать и пока не получит самый максимальный режим вот трансформаторы надо мотать железо то же самое делать как вот с этим железо делали продравить и узоусенцы убрать чтобы токи фуко минимальные были перекрасить высушить хорошо тальком посыпать чтобы они не залипали друг в другу вот и обмотки вот эти вот у второго трансформатора первичную обмотку надо заэкранировать а у первого трансформатора заэкранировать вторичную обмотку от первичной вот в этом контуре будет вращаться энергия в пределах у меня вот в этом контуре 28 ампер вращается мощность энергии которую уже передаю снимаю вот вторичную обмотку здесь 220 вольт у меня и тен полтора не тен а индукционный нагреватель полтора киловатта когда я вот возле этого нагревателя ставлю емкость ввожу эту емкость в резонанс тоже она не очень хорошо вводится в резонанс но по максимуму смотрю по току сколько здесь у меня ток вот он уменьшается а потом увеличится или по косинусу фи смотрим чтобы здесь косинус фи ну была единица вот сюда напряжение подключаю и здесь токовыми клещами вот в этом месте подключаю токовый клещ и смотрю косинус фи здесь косинус фи единица должен быть и тогда у меня мощность потребления уменьшается я как говорится вот эту вот этот контур разгружаю но он у меня еще разгружен тем что вот эти экраны так сказать позволяют ну разделить так сказать магнитную связь разрушить между первичным и вторичным трансформатором и здесь тоже самое разрушает связь и тогда контур хорошо хорошо начинает работать уже так сказать держит резонанс не срывается хотя вот здесь вот я иногда подстраиваю вот эти обмоточки когда вот этот полностью не нагреется в режим не войдет а здесь обмоточками или уменьшаю в обычную сторону я уменьшаю когда вот этот нагреется а так когда вот вот это даже вот этот трансформатор чтобы проверить как работает резонанс ли не резонанс вот здесь вот в холостую вот эту не подключать трансформатор а так включить в сеть и проверить сердечник как он как этот сердечник начинает греться греется больше ли обмотки вот этой вот если начинает обмотка горячее чем вот это вот сердечник значит все правильно а если наоборот обмотка холодная а сердечник горячий то трансформатор собрали неправильно надо по новой перебирать надо искать место где можно пирометром хорошо заметить где начинает разогреваться это место пирометром ну как говорит я вам покажу если надо у меня пирометр я всегда и мерю и вот он где-то возле болтов возле двух каких-нибудь пластин склейка там зона нагрева получается больше меньше вот в этом месте примерно вы найдете где больше разогревается там и ошибка сборки так дальше вот когда вот проверили все магнитный поток не греется вот сердечник ярмо не греется и тогда мы делаем вот такой эксперимент вот это вот пока не подключаем вот это нижняя часть тоже не подключаем ничего нету в степи вот это вот конденсатор подключаем к этому проводу здесь переключатель пробежался или вы просто перемычку переставляете и ищите снова резонанс вот когда находится резонанс вот здесь в цепи допустим то же самое 28-30 ампер а вот здесь будет резкое понижение тока она останется где-то в пределах 120-130 миллиампер если вот здесь вот так получается резонанс значит можно дальше идти вот в этой цепи здесь когда почувствуете резонанс снова напряжение будет на обмотке повышаться ну вы сами почувствуете это несложно совершенно несложно дальше идет дальше идет вот этот трансформатор это как бы силовой съемный трансформатор энергии его тоже надо так же хорошо делать пластины все изолировать шпильки все изолировать лаком шайбочками эбонитовыми или там текстолитовыми подкладывать под гайки и поджимать аккуратно чтобы они не сломались вот это все вам уже как говорится понятно вот есть вот это вот небольшая вот эти примочка вот это вот это как бы обратная связь для того чтобы регулировать нагрузку со входом как бы сравнивать чтобы резонанс не срывался я здесь намотал трансформатор это токовый трансформатор первичной обмотки где-то два цветков во вторичной 60 и там несколько отводов сделал чтобы у меня не перегрузилась вот эта цепь и выпрямитель и подаю на обмотку а здесь обмотка у меня где-то 200 витков и здесь где-то примерно 60 или 70 витков я даже не считал просто на обмотку намотал но вот этот обмотку надо решить потому что здесь у меня зона вот этого сопротивления так сказать регулировки очень слабая так сказать сантиметр туда сантиметр сюда у меня резонанс срывается и вот когда на резонанс настроили вот эту часть резонанс работает и схема работает то при нагреве эта точка смещать не надо она сама автоматически будет менять ток в этом трансформаторе ток уменьшается здесь ток уменьшается здесь магнитная связь уменьшается и здесь напряжение в зависимости от того плюс сюда или плюс сюда подключить или уменьшать или увеличивать там я даже еще не разобрался просто местами поменяйте если оно будет уменьшать а надо увеличивать то местами эти концы поменять надо но я пробовал ш about сердечники и тероидальный сердечник они также работает хорошо. Но в тароидальных стербечниках трудно экранировать обмотки. Ш-образных хорошо. На 3 киловатта у меня сечение съемное 3 миллиметра самого провода. Три сечения вот этого вторичной обмотки. Но в контуре если 28 ампер, то тоже вот этот контур. Вот этот контур тоже с большими обмотками толстыми 3 миллиметра тоже. Вот здесь оно немного потоньше, где-то 2,2 по-моему у меня сечения в проводе. Вот этот трансформатор и сердечник на 3 киловатта. 0,9 витка на вольт. И провод с сечением первички у меня 2,2 миллиметра. Вот это первичная обмотка, которая подключается сеть. У меня сечение здесь 2,2 миллиметра. На вторичке 3 миллиметра сечения. 3 миллиметра. Вернее, диаметр 3 миллиметра, но не сечение. 2,2 миллиметра диаметра вот этой обмотки 2,2 миллиметра диаметра. А это 3 миллиметра диаметра обмотки. А здесь витков я не считал, потому что я рассчитал, что 150 вольт, половина 75, вот не помню. Ну, тоже 0,9 витков на вольт. Сами посчитайте, что здесь было, вот на последнем витке где-то было 170 вольт. А с середины начинайте выводить вот эти по 2 витка на вольт. Ой, по 2 вольта выводы делать. Каждый вывод 2 вольта. 25 вольт, 75 вы начинаете уже выводы делать. То есть, 75 вольт вывод, потом 77, 79, 81 и погнали вот так, пока 170 вольт не наберем. Открыли изоляцию, в ряд они стоят. Берете щуп какого-нибудь прибора, чтобы аккуратно замыкать. И прям сюда подключая, вот этого трансформатора пока нету, вы берете его отсюда щупом вот с этой точки и подаете по всем проводам. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять пробежали. Прям тык-тык-тык-тык-тык. А вот здесь вот, или здесь вот поставили этот, ну, как говорится, тоже клещи или там амперметр и видите, ток большой-большой-большой-большой. Потом резко, жик и маленький делается, резко уменьшается ток. Вот прям одну-две обмоточки, туда-сюда, туда-сюда и увидите, что там уменьшение получается. Закорачиваем и бегаем по этим обмоточкам, находим. И вы вот здесь амперметр поставите, вот этот конденсатор пока можете не ставить. Это в последнюю очередь, когда у вас вся схема заработает. И вот этот конденсатор не ставьте, и вот этот. Когда вся схема заработает, там можете доработки делать. Косинус фи до единицы доводить, чтобы у вас претензии сети, компании, сетевой компании никакой не было претензий. Это вот доводится тут косинус фи единица в этом контуре уже. На 3 кВт у меня 285 мкФ, но здесь не предел. Можно и 185 поставить, то напряжение нужно повышать. А если тут напряжение будем повышать, то этому трансформатору тоже мотать придется больше витков. Ну, сколько-то, если он до 400 вольт будет, то тут в резонансном контуре 400 вольт. 0,9 витков на вольт умножаете на напряжение, получаете число витков. Индуктивное сопротивление равно емкостному сопротивлению. Как по формуле. Заберяете индуктивное сопротивление и заберяете емкостное сопротивление. Если они не равны, то надо же их равнять, чтобы в идеале заработало. Ну, я испытываю вот это дело все на слух и осциллогов смотрю, какие искажения там идут в синусоиде. Я понимаю, что идет неправильный резонанс. Только на слух все это делал. Я в основном ориентировался на звук, который максимально выдает трансформатор. Если он будит хорошо...